Древнерусская книжница Помимо содержания своего, они дополнены информацией уже читателей, то есть это, конечно, обогащает книгу. Иван Федоров издает азбуку для детей. За 17 век азбук вышло огромное количество, четверть миллиона экземпляров на Руси. Вот представляете, какой уровень грамотности был. То есть уже 300-400 лет назад очень многие люди прекрасно читали. В экспозиции 13 книг. Самая старинная «Апостол» середины 17 века. Есть фотографии книг середины 16 века из фондов Центра. Каждая страница – произведение искусства. Каждый лист книги – это картина в рамке. Широкие поля, внутри текст, это богато украшенные заставки обязательно, инициалы, буквицы, в которых прячутся, бывает, и звери, и лица, различные растения, какие-то полевые украшения с птицами. В конце 19 века такая интересная даже появилась традиция, когда только появились переводные наклейки. И даже их можно встретить в религиозных книгах. Выставка к 4-60-летию книгопечатания на Руси. В Рыбнице увидеть старинные книги можно до конца июня. Здесь представлены издания и рукописные старые книги, и старопечатные 18-19 века. И есть даже репринтное издание книги знаменитой Ивана Федорова, Острожская Библия, которую он напечатал во Львове еще в 16 веке. В моей семье есть такие же книги, датированные 1882 годом. Это книги моих предков, моего прадеда, который в то время, он был грамотным человеком, интересовался историей, и он эти книги приобретал, он их изучал. Там есть надписи, написанные его рукой на старославянском языке. Вот, допустим, на часослове у него открываешь и написано, что сия книга принадлежит крестьянину села его рукой. И сделаны пометки на полях этой книги. В сентябре выставка отправится в Каменку, а потом в Григориополь.